Актеры вообще народ влюбчивый. А уж замутить что-нибудь этакое игривое на съемочной площадке – святое дело. Если что, есть универсальный ответ. Я так вжился в образ. Чаще всего кинороманы заканчиваются сразу после финальной команды «Снято». Ведь они – подспорье для вдохновения. Не более того. Если ему понравилась женщина, то есть желание только одно – овладеть ей. Но иногда любовь на съемках увенчивается походом в ЗАГС. И тут начинается самое интересное. Расписались за две недели, через две недели расстались. Кино создает иллюзию, что самое важное – найти свою любовь. А дальше все сложится само собой. Но так ли это на самом деле? Ролан Быков однажды прямо на съемочной площадке устроил откровенную провокацию. Под прицелом камеры вдруг буквально впился губами в губы партнерши по фильму. Хотя в сценарии никаких поцелуев не было и в помине. Я торопела, конечно, но про себя подумала. Ну, он-то опытнейший актер, подумала. Ничего себе артистка, партнерша. Человаться, значит, она не будет. Я могла, конечно, сказать, типа целуй. У него особенно были проникающие такие, как разряды, глаза. Он в тебя вонзался таким образом, что ты в его власть. Санаеву Быков впервые увидел уже на съемочной площадке фильма «Докер». Они должны были играть мужа и жену. Известный к тому времени актер на Елену произвел самое неприятное впечатление. Вашел Быков очень как-то так по-хозяйски начал себя вести. Но как-то мне это было не очень так. Объяснялось такое странное поведение просто. Быков влюбился. Потом он признавался Елене. Когда увидел ее огромные глаза, сразу начал просчитывать роман с их обладательницей. Короткий, но страстный. Действовал по привычке. Решительно и внезапно. Умопомрачительный напрочь обезоруживающий поцелуй. А дальше как получится. Он начал меня охмурять. И как говорят опытные психологи, то, что касается мужчин, если ему понравилась женщина, то есть желание только одно – овладеть ей. Вот и все. Но что-то пошло не так. Молодая актриса осталась к этой выходке совершенно равнодушна. На комплименты реагировала сухо. Приглашение на ужин отвергала. Ролан злился. Он не привык к отказам. А коллеги по съемочной площадке с любопытством наблюдали за развитием событий. Лену-то я практически не знал. Но я знал Ролана. Поэтому я говорю, что Ролан, это не избежит любая. Ролан не унимался и по окончании съемок. Зацепила. Елена стойко держала дистанцию. В том числе и потому, что категорически против этого альянса были ее родители. Отцу, известному актеру Всеволоду Санаеву, не нравилось в «Быкове все». Он считал, что этот ловелас испортит дочери жизнь. Выдумываете вы все. Что, например? Любовь. Разный. Пап, ну что ты завелся-то? Ты же сам не веришь, что ты говоришь. Были ли оправданы переживания отца? Опытный актер прекрасно понимал, что знаменитый и влиятельный «Быков» может здорово подпортить дочери Корьяну. До встречи с ним Елена подавала большие надежды. Ей суждено было играть героинь. Ее заметил и начал снимать Василий Шукшин в печках-лавочках. И тут этот Ролан. Да, известный, да, темпераментный, напористый, но лысый и мелкий. Не такой спутник нужен Елене. Мои родители много лет были, в общем, против этих отношений, считали, что это, в общем, все очень временно, и я сделала ошибку. Санаева уступила настойчивым ухаживанием, когда увидела отношение Ролана к ее сыну. Паша рос без отца, а «Быков» любил детей и всегда находил с ними общий язык. Он позвал Елену замуж через год после знакомства. Правда, от момента предложения до самой свадьбы прошло 13 лет. Я не спрашивала, Ролочка, а почему ты там мне не женишься? Как же мы с тобой пойдем в ЗАГС? Он мне говорил, ты мне жена перед Богом и людьми. Карьера Елены рядом с Роланом складывалась явно не так, как до их встречи. На роли героини ее приглашать перестали. Зато появились характерные образы. С подачи мужа режиссера, разумеется. Стоп, 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 стоп! Нина, это никуда не годится! Ну какая ты, Баба Яга, это же роль! Это тебе не Дездемона, которая подставила шею зритель твой, потому что жалко! Ты должна увлечь зрителей, это же сегодняшняя Баба Яга! На съемочной площадке режиссер Быков был максимально жестким и требовательным и к себе, и к другим. Обратитесь к своему жизненному опыту! Вы же красивая барышня! Вы меня понимаете, о чем я говорю? Или не понимаете? И для супруги, которую часто снимал в своих фильмах, поблажек не делал. Когда она сидит в пустом зале одна, ну как бы актриса, которая играет Бабу Ягу, у нее в глазах стоят слезы. Я думаю, что это слезы не только по поводу того, что режиссер там с нею как-то, ну, разговаривал грубовато. Вместе они сыграли в 22-х фильмах. В какой-то момент Ролан оказался в глубоком кризисе. Его сценарии зарубали. Фильмы, в которых снялся, пылились на полке. Картина отдавали другим режиссерам. Утешала только выпивка. Семь лет к ряду жена спасала его. Вытаскивала из ресторанов и еще более сомнительных мест. Кино отошло на второй план. Но однажды Быков понял, если не остановится, потеряет все. В том числе и самое дорогое, что у него есть – Елену. Он не зря меня назвал как-то родиной. Это родина. Понимаете, что ты вот как бы, ну вот, не знаю, земля, к которой можно прикоснуться, прислониться. И ты понимаешь, что она тебя как-то согреет и поможет тебе. Ролан Быков и Елена Санаева прожили вместе 25 сложных и счастливых лет. И их, несмотря на все приключения, считали образцовой парой. Эти 25 лет они пронеслись так, как, знаете, какая-то скачка с препятствиями, я бы сказала. Но я, честно скажу, что я не представляю себе, если бы я не встретила его, если бы я не пошла на этот призыв, так сказать, какую бы я жизнь прожила. Конечно, жизнь с Быковым уж точно банальной не назовешь. К тому же свои лучшие роли Санаева сыграла в его фильмах и благодаря ему. Он ценил ее как актрису и снимал при любой возможности, что тоже исключительный случай. Ведь ревность к популярности супруга в актерских семьях – обычное дело. Вот наши девчата. Познакомься, Марко. Это наш герой. Даша Шелест. Очень приятно. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Роман Сергея Лукьянова и Клары Лучко начался со скандала. Режиссер фильма «Кубанские казаки» Иван Пырьев первым делом положил глаз на юную красавицу. И всячески это демонстрировал. И Лукьянов после очередной двусмысленной шуточки не выдержал. Закинул его в кусты. Вот его хотели снять с роли, но потом, значит, как-то Ладынин отстоял. Конечно, папа был очень ревнив. У него характер был совершенно бешеный. Абсолютно он мог сделать, не считаясь ни с чем, все что угодно. И, конечно, ей было достаточно сложно. Дебют их истории похож на начало романа Санаева и Быкова. Знакомство на съемочной площадке. На кубанских казаках. Мама гримировалась, а он распахнул дверь гримёрной, ее увидел. И сказал, я пропал. И пропал. Так и всё. Не любит она меня. Не любит. Ну, а за что меня любит? Разница в возрасте тоже значительная. Ей 25, ему 39. Она молодая, подающая надежды. Он известный артист. К тому же, жена. Всем казалось, ну что может быть у них, кроме прекрасного и мимолетного? Но тут этот полубезумный эпизод с дракой. Все сильные пырьев. Кто может ему перечить? А уж тем более поднять на него руку. Значит, любовь. Настоящая большая любовь. И Лукьянова, и, конечно, Кларка Степановна не могла не влюбиться, потому что это был потрясающий, конечно, актер. И такой настоящий мужчина с харизмой, который, если он влюблялся, то это было уже такое, знаете, отвернуться, наверное, было сложно. К окончанию съёмок оба уже знали. Они будут вместе, несмотря ни на что. Но Лукьянов ещё долго не мог собраться с духом. Он ушёл из прежней семьи, когда их с Кларой дочерью Оксане было уже два года. И с этого момента они не разлучались ни на день. Я не видела такого отношения мужчины к женщине, как у моего отца, к маме. Вот она, когда ходила по комнате и что-то делала, он всегда, знаете, вот он неотступно следил за ней глазами. Вот неотступно. Вот что она делает. У него выражение лица было какое-то, знаете, восхищённо умильное. Они по комнатам целовались. Положите швагу, сударь! Если ваш противник вас оскорбил, я за него отвечу. Если вы обидчик, я вступлюсь! Казалось, их отношения идеальны. Но властный Лукьянов был совершенно не рад стремительно растущей популярности жены. Страшно ревновал. В итоге Лучко пришлось забыть про каблуки и яркие наряды. Её одежда больше походила на одеяние монахини. На выход у неё были какие-то... Он привозил, покупал ей очень красивые платья. Но, в принципе, в реальной жизни она ходила, что она мне честно говорила, в сером и чёрном. Чтобы не очень бросаться в глаза, чтобы вот меньше мужчин обращали на неё внимание. Лукьянов мог накинуться на любого мужчину, который смотрел на его Клару. Без оглядки на ранги и звания. О том, как это скажется на её карьере, он, похоже, не думал. Ну, например, в театре Вахтанговой был какой-то там приём. И Рубен Симонов все сидели, значит, со столом. Какой-то чиновник, который там сидел, что-то посмел к маме рукой там коснуться и всё. Но папа его так взял за шкирку и им смёл в стол. Ну, вот он, бешеный. Кто будет связываться с актрисой, у которой такой неуравновешенный муж? Тем не менее, Лучко всё же снималось и довольно много. Но её по-настоящему звёздные роли были ещё впереди. Скажите, Кладлия Петровна, почему вы всегда меня за три версты обходите? За два года до смерти Лукьянов попал с первым инфарктом в больницу. Лечение было долгим. Все семейные накопления пришлось потратить на лекарства и лучших врачей. Добронравов рассказывал, что после первого инфаркта он его подвозил. За рулём отец ехал. И тот его спросил, ну, Серёж, ну что ты в таком состоянии? И всё. И он стал бить вот так вот рукой по рулю и говорить, я себя ненавижу, я ненавижу. Зачем я ей больной, старой? Я ничего не могу, я ненавижу себя. Из больницы Сергей Владимирович вышел инвалидом. Но, несмотря на запреты врачей, работу не бросал. За первым инфарктом последовал второй, потом третий. 1 марта 1965 года Лукьянов пришёл на собрание в театр. Домой он уже не вернулся. Болезнь любимого супруга подорвала и здоровье Лучко. В измученной женщине с тёмными кругами под глазами трудно было узнать звезду экрана. Впрочем, личные переживания нашли воплощение в творчестве. Я тоже хочу попросить тебя, Настя, если он только весточку о себе подаст, или ты по своей цыганской почте передай, что я жду его. И ждать не перестану. Образы её героинь стали более глубокими. Режиссёры звали Лучко на роли женщин, умудрённых опытом и немало переживших. А спустя несколько лет после смерти мужа Клара Степанова встретила нового избранника. Не актёра, журналиста. Это был счастливый брак. Личная жизнь актёров – ещё тот спектакль. Они сами часто отводят себе в нём определённую роль и дорожат ею. И иногда так самозабвенно играют в счастливый брак, что не замечают. Пора опускать занавес. Потому что сцена давно превратилась в руины. Ваш муж часто не приходит домой ночевать. Я ведь всё слышу. И вы так спокойно относитесь к этому. Я просто поражаюсь вам. Правда же. Семья Евгения Жариковой и Натальи Гвоздиковой считалась эталонной. У них было даже одно на двоих прозвище – «Жареные гвоздики». А как всё начиналось? Евгений сделал Наталье предложение предельно романтично, как в кино. Он провожал меня. И это был декабрь месяц. Он встал на колени. Кот прошёл, как мы были знакомы. Шёл снег. Вот знаете, как в кино. Кого, знаете, так вот бросали. И он стал признаваться мне в любви. Правда, в эти минуты Наталья больше думала не о свадьбе, а о том, что её Женя испортит свои модные брюки. Она ждала этого предложения с самого начала их романа. Но когда оно прозвучало, восторга не испытала. Может, что-то предчувствовала. Соседи. Они разу не встретились. Смешно? Вот так можно целую жизнь прожить рядом и не встретиться. Ну вот и встретились. Гвоздикова и Жариков встретились на съёмочной площадке фильма возле этих окон. Наталья уже видела Евгения на экране. Старшая сестра затащила её в кинотеатр, чтобы показать актёра, в которого влюбилась. Но предмет её мечтаний Наташу не увлёк. И вот на кинопробах оказалось, что её партнёром будет тот самый. Ну, как его там? Назвали мне ещё несколько фамилий актёров, с которыми, возможно, мне придётся пробоваться. И, естественно, из всех из них я выбрала совершенно другого партнёра, с которым я уже снималась, которого я уже знала. А Жарикова я знала только по кино. Не только она. После фильма «Три плюс два» Евгения Жарикова знали абсолютно все. Он и в жизни оказался таким же Дэнди. Нога на ногу, сигарета. Так хорошо одет он был. Наташа на пробы опоздала, что Евгения сильно возмутила. Жариков разозлился и захлопнул сценарий. А Гвоздикова в ответ наотрез отказалась с ним сниматься. Женю и меня утвердили в приказном порядке. Тогда это было. Особые симпатии мы друг к другу. Не то, что, знаете, там... Ну, не то, что мы вцеплялись, там пишут он раз. Они категорически не понравились друг другу. Нет, ну, просто мне хотелось в этой картине сниматься с другим актёром. Да вы что, боитесь меня? Хотя актёры играли влюблённых, по сценарию они даже не целовались. Но Жариков вдруг начал проявлять к партнёршей интерес, который показался ненаигранным, вполне искренним. Приезжает он с рыбалки, привозит раков, и самого крупного рака даёт мне. Или там нас отпускают, снимали мы на вас в фильме, а там же сад роскошный, где яблоки растут. И он срывал большое яблоко, самое большое яблоко, и дарил мне. Дело шло к роману. Останавливало одно – оба были несвободны. Но во время съёмок следующей картины «Рождённая революция», где они играли мужа и жену, синхронно подали на развод, чтобы воссоединиться и больше не расставаться. А вы венчаны? Нет. А не мерзко вам будет, если я вас обвенчаю? О чём вы говорите, батюшка? Я думаю, Коля не будет возражать. Надевайте с Богом. Жарикова на роль утвердили сразу. Его партнёршей должна была стать другая актриса. Но по требованию Евгения на главную роль назначили Наташу. Тогда-то он и сделал ей предложение, встав на колено посреди заметённой снегом улицы. Не тяните со свадьбой. Устроим настоящую молодёжную. Свадебного платья у Гвоздиковой не было. Она надела самое светлое, из ангорской шерсти. Торжество отметили скромно. Мы приехали к Жене домой. Мама накрыла стол. Моя мама что-то помогла тоже. Нас было всего 12 человек. И дальше мы уехали опять сниматься. Оба много снимались. В 12 картинах сыграли мужа и жену. Поодиночке их уже никто и не воспринимал. Возможно, актёров устраивала репутация идеальной пары. Но мы были абсолютно разные. Я человек очень вспыльчивый. Я не умею молчать. Я не умею долго пыхтеть. А Женя, он терпел, терпел, терпел. Но был очень упрямый. Его переубедить было каторжно сложно. Роли в одних картинах. То, что многие их коллеги называли счастьем, стали для них проклятием. Их как будто перестали замечать по отдельности. И при этом Жариков безумно ревновал в жену. А Наталья наивно полагала. Ну, значит, любит. И потом, прожив много лет в счастливом, как всем казалось, браке, узнала о второй семье мужа, в которой росли уже двое детей. Это был сокрушительный удар. Это опасно, дорогая. Это опасно. И напрасно вы человек спокойный. Вы знаете, когда наши мужья слегка от нас так отвлекались, мы им этого не прощали. Мы мстили. Наталья нашла в себе силы не мстеть. Она простила мужа. Вместе они прожили до последнего его дня. Счастье было в том, что мы нашли друг друга, что мы прожили жизнь, как бы, да, непростую, да, но все равно постарались достойно, как бы, сделать все то, что мы могли сделать. И в кино, и в жизни. Быть или не быть достойным признания. Вопрос, который каждый день мучает творческих людей. А есть ли актер и актриса еще и в браке, и при этом постоянно выясняют, кто талантливее? Разрыв неизбежен или нет? Я увидела, что тебя нет. Я испугалась. Актер Николай Бурляев на себе испытал, что значит влюбиться в экран на образ. В феврале 1973 года он оказался на премьерном показе фильма своего кумира Андрея Тарковского. Спустя три часа вышел из кинотеатра совершенно потрясенным. Причина душевного смятения была вовсе не в фильме. Его буквально сразила исполнительница главной роли. Когда он посмотрел фильм «Солярис», настолько поразило его на экране, что он заявил своему другу, с которым он смотрел этот фильм, Васе Ливанову, он сказал, «Эта женщина будет со мной». Удивительно, но за четыре года до этого похожая история произошла и с Натальей Бондарчук. А я, в свою очередь, увидела молодого Колю в фильме «Мама вышла замуж». Отдельный, 76 грамм. Мам, нарезать или кусочком? Куском. Увидела такого худенького Колю, который эти 75 грамм колбасы заказал и съел на глазах. И мне его так захотелось накормить. Никто не думал, что скоро им выпадет шанс познакомиться лично. Нас вместе пригласили на картину «Мащенко. Как закалялась сталь», в которую мы потом не снимались. Наверное, только для того, чтобы мы с ним встретились. Я была в очень тяжелом довольно состоянии, потому что у меня была серьезная травма после влюбленности в Андрея Тарковского. Ты меня любишь? Ну что ты говоришь в лопастихаре? Кого ты не знаешь? Эта влюбленность перспектив не имела. Тарковский не собирался бросать жену и ребенка. И он это знал, кстати сказать. Коля это знал. И он так осторожно-осторожно стал вытаскивать меня из этой бездны, которой я оказалась. Как хорошо. И Николай, и Наталья снимались у Тарковского в разных фильмах. Так великий режиссер стал общей темой для разговоров и сблизил их. Он снимался с детства у него, у Андрея Рублеви, я снималась в «Солярисе». И мы рассказывали, друг другу рассказывали. И я поняла, что у них очень глубинная такая связь с Тарковским. Может, потому что Бондарчук увидела в Бурляеве так много от Тарковского? Их отношения развивались столь стремительно? Съемки фильма «Как закалялась сталь» шли уже 20 дней, как вдруг разразился скандал. Режиссер мимоходом бросил что-то грубое Наталье. Она расплакалась прямо перед камерой. Бурляев подошел к обидчику и сказал, «Еще раз такое себе позволишь – убью». Коля был очень резкий. И в своих высказываниях все мне тоже поражало. Надоела холостяцкая жизнь. Устал на троих соображать. В грязной рубашке ходить. Постоянной квартирке захотелось. И вот нашел тебя. В фильме «Как закалялась сталь» в итоге не сыграли ни Бондарчук, ни Бурляев. По приказу сверху дерзкого актера срочно заменили. Наталья из принципа отказалась от съемок. Оба уже не сомневались в своих чувствах. Да и вообще дело шло к свадьбе. Но дошло гораздо позже. Мы не расписывали всю нашу жизнь. Расписались за две недели. Через две недели расстались. Вот как-то так. Поэтому с Николаем Петровичем жизнь была бурная. Мы расставались много-много раз. И много-много раз снова, так сказать, вместе начинали жить с Апановой. Причиной частых расставаний стала ревность. Бурляеву казалось, что жена привлекает к себе слишком много внимания. Он даже как-то терялся на ее фоне. Если человек не хочет нравиться, то что ему идти в актеры? Он должен, даже если он отрицательно играет роль, он все равно хочет, чтобы его роль понравилась, как он сыграл. И вот тоже это соревнование в этом смысле. Кто больше нравится? У кого больше успех? Наталья и сама прекрасно знала, что именно на съемочной площадке так часто, откуда ни возьмись, возникает новая любовь. Ну вот уезжаем мы в киноэкспедицию. А ведь тогда в киноэкспедицию, это же надо было уехать на год, а то и полтора. И не всегда с женой. Понимаете? Ревность, ну, кто допускает ревность, тот и не остается друг с другом. Так вы уходите от нас. Вы уезжаете от нас. Навсегда. Но все же главной причиной постоянных ссор были творческие амбиции актеров. В этом союзе никто не хотел быть в тени другого. Никто не хотел ради семьи поступаться успехом, отказываться от ночных репетиций или съемочных экспедиций. Главное, я думаю, все-таки соревнование какое-то. И то, что актеры, в общем-то, по сути своей, наверное, люди эгоцентричные очень. И это нормально. Мне очень болит голова. Я пойду лягу в постели. И понимаю, что с Колей очень сложно жить. И что со мной очень сложно жить. У меня характер, конечно, бурный. Очень бурный, свободолюбивый во всем. Двое детей и 17 лет совместной жизни не помогли Наталье Бондарчук и Николаю Бурляеву скрепить отношения. Брак рассыпался. И все же оба построили блестящие карьеры. И лучшие свои роли сыграли в те годы, когда были вместе. Получается, постоянное творческое соперничество вдохновляло, а вовсе не разрушало отношения. Но разве это возможно? В конце концов, скажи мне прямо, ты любишь меня или нет? Не кричи на меня. Пожалуйста. Мы ссоримся. И даже я когда-то сказала, что мы каждый день на грани развода. 16-летнюю Люду Гладунко и ее ровесник Боря Токарев впервые увидел на фотографии. Он готовился к съемкам в картине «Где ты теперь, Максим?». Второй режиссер фильма протянула ему фото какой-то девчонки и предупредила. Не вздумай влюбляться в эту красотку. О чем это она? С фотографией на него смотрела какая-то дурнушка. Мне Марья Сергеевна просто показала фотопробу. В тельняшке. Замечательная фотография. Я ее очень люблю. С поцарапанным носом, поцарапанным лицом, оттопыренными ушами. Коротко стриженная. А я готова. У тетки сперла. За плечами у Бори уже было несколько ролей. В том числе и главное. В фильме Игоря Таланкина «Вступление». Он чувствовал себя достаточно опытным актером, чтобы просто технично сыграть влюбленность. Не получилось. Мы поехали в экспедицию в Калининград. И вот здесь как раз, я думаю, все и произошло. Слова Марьи Сергеевны подтвердились. Я влюбился. Она очень красивая была. Несмотря на то, что ее всячески пытались там острить, уродовать и оттопыривать уши. На площадке Борис не мог оторвать от Людмилы взгляд. Но сделать что-то не по сценарию стеснялся. Только к концу съемок он, наконец, набрался смелости. Я помню, что основное такое объяснение с Бориной стороны прозвучало поздно-поздно вечером. Странно. Почему-то то ли выходной был. Мы катались на санках с горы. Там рядом с гостиницей была такая красивая снежная гора. Вдруг вот в какое-то мгновение Боря отважился. Потому что он долго это носил в себе. Уже вся группа понимала и видела. А как ты думаешь провести каникулы? Еще не знаю. А ты? Я тоже не знаю. Что это такое? Людмила об артистической карьере не мечтала. Я взяла и вдруг, уже снявшись в главный, в главной роли, подала документы в МГУ на математическое отделение, на подготовительный факультет. Он вдруг тоже бросает все и подает заявление на подготовительные курсы, но на другой факультет, на химический. Только для того, чтобы ездить на эти лекции в МГУ вместе. Борис был готов ради Людмилы бросить кино, поменять профессию, да и вообще жизнь. Девушка это оценила. Да, в конце концов, не так уж ей нужна эта математика. Влюбленные подали документы во ВГИК. И, надо сказать, мастера даже отмечали. Ольга Ивановна Пожилова, она очень любила наблюдать за студентами, кто с кем, как, что. И она всегда так пронзительно смотрела, что Боря всегда был рядом за спиной. И вдруг однажды она так громко, «Токарев, отойдите от гладунка, еще настоитесь рядом». Боря-то жутко, конечно, и смутила, потому что, ну, есть курс, тоже понимал. А я вас, Коля, очень, правда-правда, очень люблю вас. Через несколько дней после получения дипломов они пошли в ЗАГС подавать заявление. На обратном пути Людмила проревела всю дорогу до дома. Может, переполняли чувства, а может, сомнения. Но вскоре друзья уже гуляли на их шумной и веселой свадьбе. Мама была счастлива, она Борю как-то полюбила сразу. И когда я все эти годы как-то, ну, то мы чуть дальше отдалялись друг от друга, то ссорились, то как-то примирялись. Мама всегда говорила только одну фразу. Люда, Боря очень хороший. Ты понимаешь, что Боря... Я говорю, ну, что, ну, хорошие, все хорошие. Они с головой ушли в работу. Борис снялся в «Двух капитанах» и стал звездой советского кино. У Людмилы актерская карьера складывалась неплохо, но таких прорывных ролей не было. Тогда в семье и начались ссоры. Происходит вот эта внутренняя борьба. Кто более талантлив, кто менее талантлив, кто более известен. На бюллетень рассчитывать он, по-моему, пока не может. Да не нужен нам никакой бюллетень, доктор. Нам только нужно спокойствие в нашей семейной жизни. Его нет. Как же удалось пережить этот кризис? Решение нетривиальное. Супруги сменили поле битвы. В 1992 году Людмила фактически завершила актерскую карьеру. Она начала сама снимать кино. Борис жену поддержал. Работал с ней сначала как актер, а потом и как со-режиссер. И ведь самое страшное в семейной жизни – это монотонное, скучное, однообразное домашнее существование. У нас нет такого. Мы всегда в движении. Мы всегда в поиске каких-то новых идей. И в данном случае кто является там каким-то катализатором, сказать очень трудно. Больше полувека в браке – редкость для актерской среды. Но им до сих пор вместе не скучно. Мы очень разные сборы. Но у нас всегда есть какая-то искра, какой-то электрический ток. Он не заглушается ни возрастом, ни привычкой, ничего. Поэтому мы очень горячо существуем рядом с друг другом. И это как раз касается и того, что мы можем без конца там что-то, так сказать, спорить, выяснять отношения и все. А потом хоп, и Горю говорит, всем спасибо, съемка закончена. И, так сказать, под ручку или за плечом мы идем к машине и все так. Да, высокие отношения. Да, таким высоким отношением многие могут только позавидовать. Ведь обычно после слов «всем спасибо» заканчивается и страсть регулярно настигающей артистов на съемочной площадке. Но если любовь с первого кадра даже не самого громкого фильма длится всю жизнь, значит, он был снят не зря. Субтитры создавал DimaTorzok